Аппарат готов. Блины готовы. Все готово. И теперь начинается настоящее занятие. Правильно вставляем гриф под себя. Штенка на поясе. Первое упражнение. Снимаем все лишнее. Штенка на поясе. Первоначальный вес. Сто кг. Перед этим надо выполнить разминку. А именно мы растягиваем позвоночник. Надо представить себе, будто ты садишься. Не спеша. Почувствовать, как растягивается позвоночник. Кстати, когда ноги на полу, именно растягивается позвоночник. Если мы висим, он наоборот, мышцы сжимаются. То есть тонус. А нам надо, чтобы его не было. Тренировка без помощника делать трудновато. Но ничего. Сдюжим. Примеряемся. Как это все у нас будет. Важна эта примерочка. Примерочка проходит нормально. Важно подобрать определенные углы, в которых ты развиваешь наибольшее усилие. И при этом, чтобы было какое-то движение небольшое. Но было. Итак, я вставляю пояс. Примерка дело непростое. Надо все правильно рассчитать. Какую-то сторону пояса к спине. Та, которая не прошита. А другую. Вверх. Дело нужное. Дело важное. Примерка. Вот я. Примеряюсь. Примеряюсь. Все. Размер подобран. Высота подобрана. Тренинг. Тренинг здесь особый. Теперь надо заякориться. А именно. Так как мы будем работать с энергетикой. То есть это особый тренажер. Особое занятие. И нам важно. Прочувствовать нашу энергетику. Поэтому становимся. Расслабляемся. Мысленно представляем. Что ноги представляют собой корме. И мы укореняемся. Укореняемся. Землей. То есть, как бы сказать, прорастают наши корни. Ноги глубже, глубже. В землю. Что соединяется буквально таки с центром земли. Еще раз повторю. Мы работаем с энергетикой. Очень важно все это как-то почувствовать. Представить. Чтобы тренировки были успешными. На этом занятии я объясняю все. Как мне объясняли. Как я сам занимался. В смысле, когда. Был у Самодумова. У Сергея Прокопьевича. В Екатеринбурге. Значит. Очень важно это отработка. Так как там мне помогали помощники. То здесь. Здесь я это все делаю сам. Вот эта вот прокладочка. Необходима для того. Чтобы пояс. Мягко обхватывал таз. Потому что давление идет огромнейшее. И очень важно, чтобы это все было мягко. Ну это прочувствуйте. И так мы просто разгибаем колени. Ничего не поднимаем. Просто разгибаем. Вдох-выдох. Средний вдох. И пошел. Пошел, 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 пошел. Напряжение возрастает. Вот она пошла. Платформа. 100 килограмм оторвались. Есть. Подход первый выполнен. Итак. Вес первый есть. Есть. На этот гриф будут одеваться последующие веса. Повторяю. Вот эта платформа, которую я только что поднял. Она весит 100 килограмм. За счет рычагов. Получается так. Теперь я несу диски. Каждый диск по 10 килограммов. 10 килограмм. В связи с тем, что это рычаг. Мы сразу прибавляем 40 килограмм. 1 к 4 идет. Итого здесь уже 140 килограмм вес. Видите, как возрастает. Вот что значит рычаги. Обязательно надо теперь одеть такую обувь, которая препятствует статическому электричеству. То есть вот было замечено моими учителями, самодумовым и Сергеем Прокофьевичем Кривых, что валенки надо. Итак, перед тем, как поднять, надо мысленно укореняемся. Через ноги пускаем корни поглубже в землю. То есть все это энергетический уровень. Итак, это уже первое серьезное занятие, на котором все это отрабатывается. Что, как. Я один, никто мне не помогает. Видите, надо как-то закрепить вот эту вот штуку на поясе. Как ее закрепить. Можно с помощью маленького пояса. А можно просто-напросто вот так вот, как я делаю, вставить себе в штаны. Итак, прохладочка эта необходима для того, чтобы пояс лучше обхватывал и мягче. Вот эту часть он распределял на нее нагрузку. Итак, 140 килограмм укореняемся мысленно. Работа с мыслью. С мыслью мысль – это энергетика наша. То есть за мыслью пойдет энергетика. Насколько вы мысленно настроитесь. Важно почувствовать вот эту вот готовность энергетическую. И дальше уже выполнять упражнения. То есть вот я надеваю пояс. Самостоятельно. Видите, как все это происходит. Углы выбраны. Валенки. Все. Важно расположить так, чтобы усилие шло от ступни ног на таз. Сосредотачиваемся на области таза. Именно там от усилия сейчас произойдет такое. Пошел, 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 пошел. Поднял, подержал, чтобы было усилие. Ага. Опустил. Хорошо. Есть первый подход. Добавляем еще 10 килограмм. Итого получается 180. Отдыхаем. Заодно приносим те диски, которые я обрабатывал. Показывал вам в программе Самоделкин. Зачем все это делал. Видео Самоделкин. Без этого видео становится каким-то непонятным. Для чего я все это делал. Второй подход. Опять то же самое. Настраиваемся. Так. Уже движение более-менее, так сказать, технологии отработаны. Пояс мягко обхватывает таз. И мы, когда будем упираться, мы вот, как бы сказать, раздвигаем таз. И те зажатости, которые были в области таза. Сдавливали седалищные нервы и прочие нервы. Опа. Поднял. Есть. Хорошо подержал. Опустил. Нервы крестцово-поясничного отдела. Там позвонки, которые были. Все это начинает раздвигаться, понимаете, между собой. Вес пошел легче. Еще разок набрасываем. Итого 40 килограмм прибавили. 220. Третий подход. Вначале все начинается с малого. Вы не поднимите сразу тонну. К этому показателю надо дойти. Итак, 220 килограмм на тренажере. Веса тут поднимаются огромные, огромные. Но! Естественно, я отдыхаю несколько больше, потому что на видео так, как сказать, вроде бы как по-быстрому идет. Хотя я постарался минимально удалить. Вы поняли, что вся тренировка где-то занимает... Около часа. Итак, пошел, пошел, пошел. Есть! Опустили. 220 пройдено. Добавляю еще 10. Это 40 килограмм. Помните, 1 к 4. Здесь вес уже 260 килограмм. 10 килограмм добавил. Это 260 килограмм. Итак. Это уже серьезный вес. И вот когда начинается мощное, вот такое волевое, энергетическое усилие, начинает, будем говорить, проявляться разного рода в тонких телах, в энергетических телах. Вот эти вот все изъяны. Так, пошел, 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 пошел. Вес. Есть! Опа! Опустил. Не стал долго я напрягаться. Что я почувствовал? Судороги прямо вот здесь вот посредине, где я, где я руками держусь. Причем сильнейшие судороги в природе. А тут они только раз и проявились. Откуда ни возьмись. И, кстати, вот эти вот, вот эти вот судороги указывают на то, что стоит в области ног блок, который, чисто энергетические пробки препятствуют нормальной циркуляции. Энергии к ступням ног, поэтому ступни ног начинают мерзнуть. Вот вы сидите, они почему-то мерзнут. После вот этих вот упражнений это все пробивается и... И, будем говорить, только энергия поступает, и ноги, ступни ног перестают мерзнуть. Это очень удивительная вещь. Итак, сейчас заминка. Я сбросил, сколько там, 80 килограмм. Мысленно все делаем, укореняемся. И... И просто распределяем коленочки. Так сказать, сбрасываем нагрузку. Это очень важно. Разбрасываем нагрузку. Пошло, 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 пошло. Раз. Видите? Отлично есть. Опустили. Все внимание у нас на области таза. Итак, первое упражнение сделано. Все отлично. Так, идем дальше. Снимаем блинчики. Упражнение номер два. Подготовочка. Делаем все не торопясь по-стариковски. Для жемолежа нам, вернее, для жемолежа нам нужна скамеечка. Мы ее с вами берем. Эту скамеечку. Пояс убираем. Видите, какой огромный пояс. Чтоб он выдерживал нагрузку. Вот я начал заниматься. Мне самому интересно. Да, какого веса я дойду. Вот она специальная скамеечка. Подобный тренажер. Но я не знаю, сколько таких тренажеров. Штуки три-пять. Наверное, максимум. Имеется. Анатолий Иванович самодумал, придумал гравитационную гимнастику. При этом использовались огромные веса. Вот смотрите, здесь бы я поднимал штангу на поясе. 260 килограммов. Благодаря тому, что Сергей Прокопьевич Кривых придумал использовать рычаги. Не надо уже вешать вот на такой гриф. Там 260 килограмм и больше. Представьте себе, 500 килограмм. А всего-навсего мы берем 40 килограммов. И так как рычаг 40 килограммов на 4 умножаем за счет рычага, у нас нагрузка сразу увеличивается в 4 раза. Итак, я делаю примерочку. Важно выбрать здесь правильную высоту, чтобы был такой дожим. Такая высота есть. Ноги у меня еще сводит судорога, поэтому я не могу их опустить. Вот выпрямляю. Отдыхаем. Дысим. Вдох-выдох. Итак, первый вес соточка. 100 килограммов я сейчас это опять-таки мысленно дожимаю. Просто выпрямляю локти. Итак, опираемся. Не, не могу. Судороги сходят. Видите, что делается? И так. Не, не пошло. Но так можно. Распрямляю руки. Мысленно пошел. Пошел. Руки будто бы растут вверх. Растут вверх. Раз, есть, вес пошел, подержал, опустил. Нормально все. Судорога сводит. Во время этой изодинамической гимнастики, дальнейшее развитие, которое сделал Сергей Прокопьевич Кривых, после самодумывая, само тело показывает, где имеются проблемы, и эти проблемы сами проявляются во время этой гимнастики, и они также сами исчезают. Навесили пятачок, это уже 120 килограммов на тренажере. Главное не спешить. Главное не спешить. Все спазмы какие-то там в суставах рук, плечей, локтей и даже запястных суставов. Это так. Пошло дело. Опа. Есть. Вес взят. Мы здесь посчитали 100 за первый подход. Важно напрягаться мысленно и энергетически. Когда идет правильное напряжение мыслью, то лицо не краснеет. Итак, второй подход. Второй, третий, четвертый, пятый, десятый. Какие впечатления? Итак, я поймался на ощущении, что в пояснице никаких ощущений нет. То есть я ее не чувствую. Ни приятных, ни там, ни неприятных. Там все распрямилось, стало так, как надо. То есть вправилось, идет вправление. Это очень интересное явление. Идет вправление позвонков. То есть вот эти межпожвоночные грижи и прочее, прочее. Все это становится на свои места. Итак, на тренажере 130 килограммов. Так я рассказывал о том, что были проблемы, зажимы, которые проявились. Именно напряжение вот это вот снимает эти все блоки, продавливает их, пробивает. Вес 130 килограммов. Опять настраиваемся. Это очень вдумчивые тренировки. Такие тренировки. Тренировки, когда мы работаем мыслью и энергией, а не мышцами. Мышцы это уже следом. Есть! Здесь я поднял этот височек, видите, слегонца. Добавляем еще висок. Итого мы добавили 10 килограмм. Здесь получилось 140 килограмм. На тренажере 140 килограмм. С малого, с малого. Не спешим, не спешим. Организм должен подготовиться и понять, что от него требуется. Опять-таки мы занимаемся вот этой штукой. Занимаемся не с мышцами, а занимаемся с энергетическими телами. В частности, с праническим телом и более высокими телами, в которых как раз идет волевая энергия. То есть еще более мощные тела, более такие. Если там нарушения, то они потихонечку сказываются и на физическом теле. Работая над здоровьем, мы думаем, что все ограничено физическим телом. Физическое тело строится по тонким телам. И те изменения, которые в них есть, так или иначе, влияют на физическое тело. Не сразу, но влияют. Итак, настраиваемся. И важно напрягаться не мышечно. А напряжение должно быть духовно. То есть духовное напряжение. Вот это вот интересная такая вот вещь. Здесь представляем, что отсюда энергия идет туда. Руки растут туда. Мысленно мы растем. Не упираемся, не поднимаем. А именно растем. Итак, настраиваемся. Настраиваемся. Мысленно все это. Мысль, мысль. Человек, существо мыслящее. И это его сила. Итак, вот я начал давить, давить, давить. И ничего не сдвинулось. То есть это мой в настоящий момент предел. Итак, это мой пока максимум. Замерили. Теперь делаем заминку. Снимаем веса. То есть заминка на 120 килограмм, она позволяет как бы сбросить то огромное напряжение, которое мы развивали. И как говорил Сергей Прокопьевич Кривых, важно, чтобы лицо не краснело. Покраснение лица говорит о том, что ты давишь мышцами, а нам надо давить энергетикой. Когда давишь энергетикой, лицо не краснеет. Вот это очень важный показатель. Итак, заминка. И руки давят вот сюда. В кость. Вот где-то вот так вот это все говорит. В кость. Не сюда, чтобы сломало. Не сюда. То есть у нас вот так вот должно давить. Так что первый раз объясняю. И себе, и вам. Чем я занимаюсь именно во время самоизоляции. А потом я буду просто-напросто делать молча, самоуглубленно, влубленно, самоуглубленно. И смотреть, как у меня идет прогресс. А заодно сообщать, какие изменения происходят со мной. То есть со всей моей сущностью. Итак, в кость я уперся. Не так. А именно в кость вот так вот. Да. Это немножечко наискосяк получается. И начинаем. Ну что. Пошло напряжение. Пошло напряжение. Вес чуть-чуть сдвинулся. Хорошо. Второе упражнение выполнено. Убираем скамейку. Готовимся к третьему. Итак, начну я с этого веса. Третье упражнение. Третье упражнение называется «Дожим ногами». Опять-таки выбирается вот такая величина. Правильно. Чтобы был некоторый угол в коленных суставах. И мы мысленно этот угол убираем. Распрямляем коленки. Итак, первый подход разминочный. Вот так он делается. Таз должен быть как раз вот. Вот в точке приложения силы внизу. Лежать надо именно на тазе. На тазе. На тазе и вот пояснично-крестцовом отделе. Где у нас все это вот прессуется. Опа! Подняли. И в результате вот этих вот движений происходит вот это все, как бы сказать, раздвижение. Разминочный подходик сделали. То есть, в любом случае, надо понимать, как эти упражнения делаются. С чего это все это начинается. Поэтому. Итак, первый подход. Вешаем 10 килограмм. Думаю, навесить еще, что ли. А куда спешить? 140 килограмм. Не будем гнать волну. И это правильно. Опять-таки, повторю. Важно организму дать понять, что ты от него хочешь. Как идет энергия, как идет усилие. Подготовить суставы, подготовить связки, подготовить мышцы в какой-то степени все это. А не то, что сразу. Итак, все так же. Центр внимания на крестце. И туда просто мы выпрямляем колени. Как бы растем вверх ногами. То есть, энергия идет вверх. За счет этого таз раздвигается. Исчезают различного рода блоки, зажимы, сжатости. Они исчезают. Вес на ступнях, вот я давлю, он ближе к пяткам. Как раз тоже получается, ты давишь кость в кость. Это очень важно. Итак, напряжение мысленно. И пошел, пошел, пошел. Опа! Есть вес. Добавляем еще височек на тренажере 180 кГц. Считать очень легко. Прибавляешь какой-нибудь блин, хотя бы килограммовый. И сразу же мысленно его увеличиваешь в 4 раза. Начать. Кстати, запишем. А теперь, когда я начал заниматься, вот я там записал. Вот что я там поднимал у Самодумова. Вот в начале это была первая тренировка у Сергея Прокоповича Кривых. А потом уже была тренировка у меня. Я занимался у Самодумова. Первоначальные результаты. Штанга на поясе была 512 кг. Должим штанги лежа 225 кг. И должим ногами лежа 300, 364,5 кг. Видите, какие веса огромные были. Это все вешали на штангу. Два ассистента дали. Итак, это была следующая тренировка. 13-12 2014 года. Штанга на поясе 500, сжим лежа должим 174, должим ногами 402 кг. 27-го, 1-го, 15-го. Штанга на поясе 540 кг. Должим 216, ногами 482, 5-го, 0-го, 2-го, 15-го. Штанга 580 кг. Должим 226, штанга 532 кг. Теперь идем дальше. То есть, вот такие вот были результаты. Это была огромная штанга. Два ассистента мне помогали. Итак, не в килограммах счастья, а счастье в обретении здоровья. Это очень удивительное явление. Вот такие вот тренировки. Здоровье и мощь. Настраиваемся. Все мысленно делаем. Спокойно, мысленно. Давим. Пошел тренажер вверх. Есть. Так что мне еще далековато идти. Итак, важно не просто поднять, а еще немножко подержать, чтобы энергия, так сказать, поработала. Так что до моих результатов мне еще далековато. Но ничего, потихонечку делаем. Добавляем еще 40 килограммов. Итого 220 килогерц на тренажере. Настраиваемся. На поверхности бедра, задней поверхности бедра вот ощущалось такое интересное какое-то натяжение, напряжение, какие-то болевые ощущения. То есть там идет работа. Убираются блоки с ног. Опа, пошел. 220 килограммов. Вот там как раз работа идет. Судороги хватает. То есть судороги указывают на то, где идет настоящий момент работа. На этом тренажере будут проявляться все ваши слабые места и одновременно убираться. Что имеется, проявляется и одновременно устраняется. Итак, вес 40 на 4, 160. Этого 260 килограмм. На занятиях этим тренажером должно появиться ощущение специфического напряжения. не мышечного, а именно волевого энергетического. Просто вы распрямляете колени. Вы не давите, а вы пытаетесь мысленно распрямить колени. Мысленно посылая свою энергию туда. И вот это начинает работать. Именно эта энергия самая плотная, которая образует кости, самая-самая основная, которая лежит в основе организма. По терминологии Востока это энергия Земли самая плотная. вот она начинает прорабатываться, стимулироваться. И за счет этого начинается обновление организма. Вот я сейчас стал такого впечатления, что позвоночник мой не сжался, а наоборот распрямился. И я вырос, вырос, вырос до потолка. Все распрямилось. Вот это правильное ощущение во время занятия. Как говорили мне учителя самодумов, Сергей Прокопович Кривих, и вот эта вот блокировка. Раньше здесь все было сжато, спрессовано, нервы, седалищные нервы, которые зажаты были, они освобождаются. И боли, которые возникают в этой области, уходят. И так возникают совершенно иные ощущения. Таз должен плотно лежать, как меня учили. Ноги давят кость в кость. Это сразу же за пяткой. И настраиваемся. И настраиваемся. И пошел. Опа! Подняли. вот здесь тянет. То есть там, где имеется жесткость, энергия не проходит. Мышцы разгибателей жесткие. И вот там начинается работа. А так во время этого упражнения возникают болевые ощущения. И так, что дальше? Сделаем еще один подход. 5 килограммов. Это 20 килограммов. 280 кг. И так важно. Давим энергии. Никакого напряжения на сердце особо там не должно быть. Давим энергии. Давим энергии. Мыслью и энергии. Это очень важные вещи. Мы работаем над тонкими телами. Поэтому мысль и энергия. Но не мышечное сокращение. Мышечное сокращение это следствие всего этого нашего. И так 280 килограмм приближаясь к 300. Тренажер начал поскрипывать. Пошел, пошел вес. Есть! Опа! Хорошо. Продавили. 280. Теперь заминка. Сбрасываем бисок. Заминочка. Вес 220 килограмм. Распрямляем таз. Улаживаем его. и мысленно будем распрямлять коленки. Мысленно. Настраиваем. Опа! Пошел височек. Есть! Приятный звон. Дилин-дилин. Хорошо. То есть, от этой тренировки возникает ощущение положительное ощущение в виде того, что говоришь хорошо. То есть, когда организм наполняется энергией, то это выражается вот именно в том, что тебе хорошо. Тренировка окончена. и теперь самое, так сказать, последнее это массаж топ. Здесь, конечно, важен помощник, но помощника нету. Поэтому за неимением помощника придется делать все самому. мы так же ложимся, снимаем носки, упираемся в гриф и начинаем прокручивать. Вот так вот. когда помощники ты давишь, тут ощущения совершенно иные. Такое впечатление, как ступни мастируются, проминаются. А так как мы знаем на ступнях у нас идет переключение с одних энергетических каналов на другие, то получаются такие очень полезные вещи в плане здоровья. Это очень важно. Но пока я вот так вот делаю сам. Прокатываю, прокатываю. Прокатил. Все. Есть. Позвонки здесь становятся на свои места. Раздвигаются. энергетика появляются. И такое впечатление. Вот я обычно просыпался и у меня всегда там где-то что-то побаливало. а это встаешь и ничего не болит. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас. Игорь Негода